Всем привет! С вами я, Екатерина Абрамова, член Истлабстим. Со мной сегодня на связи Светлана Элина. Светочка, ты здесь? Да, Катя, да, привет. Скажи, пожалуйста, о себе, твои достижения, представься. Так, ну, во-первых, меня зовут Светлана, фамилия моя Елена, я живу в городе Новосибирске, выступаю в номинации фитнес-бикини по 169 сантиметров. Моим наставником и тренером является Екатерина Абрамова. Какие достижения, Свет, какие победы у тебя, может быть, были в этом году? Очень удачно получился у меня именно этот сезон. Первый старт был чемпионат Санкт-Петербурга, где заняла первое место, очень этому рада. Дальнейший старт был чемпионат России, где я вошла в 105 лучших спортсменок в данной категории. Дальнейшие соревнования у нас были уже международного уровня. Это были соревнования в Чехии, в Праге. Да, фитнес-мания классик, где я заняла первое место и также стала абсолютной победительницей. Там был еще ФФКап, где ты тоже стала первая. Да, я также был ФФКап, тоже заняла первое место, но там абсолютной категории не было, поэтому было всего три категории, то есть и каждая была победительницей. Дальше были выступления на Diamond Cup в Словакии, где я также заняла призовое четвертое место. И я считаю, что самым удачным турниром этого сезона, конечно же, была Олимпия, которая проходила в Испании, в Марбелле. Это было в июне. И где я также стала бронзовым призером данного чемпионата. То есть это для тебя такая была самая дорогая испанская Олимпия? Да, это была моя мечта, как бы вот именно поучаствовать на соревнованиях такого уровня, то есть Олимпия, как бы вот. И я безумно рада, что вот именно удалось попасть в тройку призеров. Я тоже очень рада. Свет, расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, когда ты начала заниматься бикини, как ты вообще пришла в тренажерный зал? И может быть, у тебя раньше были какие-то другие увлечения, другой вид спорта? Да, я на протяжении всей своей жизни постоянно вела активный образ жизни, занималась спортом. В школе это была легкая атлетика, как бы у меня тоже есть очень хорошее достижение в этом виде спорта. Я мастер спорта по легкой атлетике. Являюсь также чемпионкой региональных соревнований из Сибирского федерального округа. Дальнейшее увлечение у меня также было связано с спортом. Я занималась биатлоном. Тоже достаточно хороший результат у меня есть. А в бикини я пошла, можно сказать, не целенаправленно. То есть просто занимаясь в зале, мне попались на глаза фотографии спортсменок. Это только начиналось. Тогда это был 2015 год. Тогда как раз я увидела выступление Светы Ерегиной на Arnold Classic. Мне очень понравилось. Совместно с моим сейчас мужем, с Олегом, мы стали готовиться к соревнованиям. Первый сезон был 2014 год, весна. До этого занималось всего полгода. С осени сентября 2014 года и весной я уже выступала в первых соревнованиях. Это был открытый кубок Алекс Фитнес, где стала победительницей. И также стала абсолютной победительницей. И дальше уже стала выступать сезон к сезону, можно так сказать. Ну то есть талантливый человек талантлив во всем. Хорошие достижения у тебя в разных видах спорта. Это очень здорово. То есть когда ты начинала, как я понимаю, свой путь в бикини, ты уже была тренированным спортсменом. То есть ты не была там очень... Да, у меня достаточно была хорошая укладка мышечного плана. Поэтому все вот эти упражнения, то есть тренировки знали, мне были знакомы. Поэтому я считаю, что... Ну, конечно, была потеряна какая-то форма. Но я считаю, что мне было гораздо легче добиться какого-то результата, чем тем девочкам, которые начинают с нуля. Супер. Ты чуть-чуть рассказала про своего мужа. Отношение, может быть, других твоих родственников к твоим выступлениям. Какое оно было? Ну, вообще, если честно, то немногие углубляются вообще вот в этот именно вид спорта. Больше им ближе легкая атлетика была или биатлон, как бы. Поэтому, ну а так, меня все поддерживают, все радуются, как бы, когда хороший результат, когда не очень хороший, успокаивают тоже и поддерживают. Поэтому все хорошо, как бы. Вот еще такой интересующий вопрос, я думаю, для всех слушателей это будет очень интересно. Твоя подготовка каким-то образом отражается на твоем здоровье? Или все хорошо? Или все плохо? Как вообще? Могу с уверенностью сказать, что каких-то таких глобальных проблем я со здоровьем не испытываю. То есть я чувствую себя абсолютно хорошо, как в подготовительный период, как в межсезонье. То есть на мне никак это не сказывается. Это очень радует. То есть от подготовки к соревнованиям никто не умирает. Да, тем более, когда такой грамотный специалист, то есть поэтому это гораздо... Ладно, вы и сами все хорошо знаете. Я только, может, чуть-чуть корректирую, советую. Вы молодцы, справляетесь со всем очень-очень хорошо. А что для тебя вообще самое, такое, скажем, сложное? Вот и по моему мнению, так и для тебя диета это не сложно. Тебя бывает сложно заставить поесть, как мы это наблюдали. Вот чтобы не есть, у тебя нет проблем. Все-таки диеты или тренировки? Что это сложнее? Да, я в принципе не могу сказать, что мне вот что-то есть такое, что мне дается с трудом. Я люблю кардио, я люблю тренировки в зале, именно силовые тренировки, тяжелые тренировки. То есть, ну и, соответственно, питание мне тоже не доставляет никаких проблем. Единственное, может быть, есть такой момент, когда вот сама подготовка к соревнованиям, то есть, есть такой факт, немножко как сдерживание себя. И все равно вот этот психологический момент, вот он такой, как бы ожидание чего-то, вот самих соревнований, вот, наверное, вот это вот для меня. Это соревновательный синдром такой, так скажем, манграш. Ну, понятно, что ты любишь кардио, так как ты мастер спорта по легкой атлетике, то ты явно любишь кардио. Ну да, ведь это циклический вид спорта, как бы, поэтому мне это все в удовольствие, можно так сказать. Супер, супер. Так, что хотела бы еще спросить. Замечательные у тебя, Светочка, купальники. Очень красивые, очень грамотно сшитые. Ты их, может быть, шьешь сама или где-то покупаешь? Нет, я купальник сама не шью, как бы, я считаю, что это должен, этим делом должен заниматься именно мастер, специалист. Поэтому я очень довольна, что у меня есть такой человек, это Лена Корягина, которая живет в Петербурге. Вот, кстати, тоже, почему, немножко скажу, как я к ней попала, то есть вот именно смотря на Свету, на Оксану Артему, то есть мне очень нравились их купальники, их образы. Вот, и, соответственно, уже я узнала, у какого мастера они шили свои, свои бикини. Вот, и это не первый купальник от Лены, то есть к первому соревнованию, к которому я готовилась, у меня был тоже купальник от нее. Вот, и поэтому я с доверием уже, как бы, обращаюсь к ней, то есть она может шить и мне без примерки, то есть я полностью ей доверяю, и в плане выбора цвета мы с ней советовались, и в плане оформления. Вот, поэтому я шью профессионала. Ясно. Как ты гримируешься? Сама? Или ты пользуешься услугами специалистов тоже, да, которые, как бы, на многих соревнованиях все-таки есть? Ну, до определенного момента я обращалась к услугам специалиста. Во-первых, я считала, что это также должен делать профессионал, то есть, потому что свет на сцене, как бы, а дневной свет, как бы, есть такая, ну, разница в самом мейке. Вот, и я обращалась к специалистам, но, как оказалось, это было не всегда удачно, то есть на многих соревнованиях макияж смотрел совершенно по-другому, то есть в жизни он смотрится красиво, а на сцене он смотрелся бледно. Смотрелся, да, ужасно, как бы, мне очень не нравилось. Ну, и, конечно, уже потом обговариваю это с Катей, с тобой, то есть советовавшись. Стой, Катя. Помнишь, ты много писала, да, спрашивала, как мне Катя накрасится, что мне делать, какую помаду мне выбрать. Я думаю, что мы все очень хорошо выбрали и подобрали, и нашли твой образ такой, который тебе идет. Да, и вот именно благодаря советам, вот, мы, наконец-таки, могу даже сказать, что сделали более вот такой удачный образ, который мне подошел. Максимально, да, максимально подходит, и там нет чего-то очень темного или очень светлого, то есть, на самом деле, ну, я довольна твоим выступлением очень. Вот скажи, твоя последняя неделя перед соревнованиями, расскажи чуть-чуть о ней. С подводкой. Он как истощенный от тренировок, все равно от диеты, от питания, то есть, он немножечко отдыхает и восстанавливается как раз в этот период времени. Вот, что касаемо загрузов, то есть, как таковых, мы тоже, вот, как раз-таки, сейчас, на этот сезон, мы попробовали, то есть, что-то подошло, что-то не очень, как бы, ну, вот, я считаю, на Олимпии, когда вот именно за день, то есть, я убрала весь белок. Угу, не грузились, но только сложными углеводами, все было хорошо. Да, кушала углеводы медленные, вот это все, то есть, я считаю, что как раз-таки форма у меня была хорошая. Свет, скажи, пожалуйста, а как ты считаешь вообще, вот, что касается позирования, нужно ли постоянно работать над ним, да, там, или может вспоминать только за несколько дней, там, до соревнования, а до этого, ну, ты же так вроде и умеешь, может, и не надо позировать? Нет, позирование очень важный момент, поэтому ему нужно уделять, как бы, можно больше времени, вот, именно при позировании можно показать свои самые удачные позы, даже, ну, если форма очень хорошая, можно очень испортить именно благодаря позированию. Наоборот, то есть, позирование можно испортить хорошую форму, поэтому позирование очень важно. А скажи, пожалуйста, твой вес на соревнованиях и в межсезон, он отличается? Нет, вес сильно не отличается, это буквально в районе 3-3,5 килограмм, поэтому для меня это норма, то есть, я чувствую себя комфортно при этом весе, поэтому я слишком не заплываю, не разъедаюсь, так сказать. Вот, вес соревнователя у меня 55,5-55,700, вот такая вот у меня где-то граница, а вес в межсезонье 58-58,5, то есть, где-то вот у этих границах тоже он у меня находится. Ты вот немножко говорила про Оксану Артемову, Светлану Ерегину, мотиваторами, когда ты пришла в бикини, были они или может быть кто-то еще? Ну, нет, вот именно сказать, чтобы у меня был какой-то спортсмен, какой-то мотивация или что-то. Нет, просто я изначально говорю, что у меня был очень активный образ жизни, и мне всегда хотелось пробовать себя в чем-то новом. Вот, и как бы я восприняла это именно как соревнование, то есть, как именно элемент спорта, вот, поэтому отнеслась к этому так, и вот мне было очень интересно именно вот посмотреть на себя с новой такой позиции, можно сказать, вот на сцене, как я буду смотреть. Ну, и хотела бы еще один вопрос задать. Планы на этот соревновательный сезон? Я знаю, что были они у нас одни, но они у тебя тут чуть-чуть поменялись. Ну, вот тогда уж рассказывай всем, куда они поменялись. Ну, что касаемо этого сезона, мы очень долго думали, я даже, вам сказать, уже практически была на том самом этапе, когда уже надо начать готовиться к следующему сезону. Вот, и обсуждались и турниры, и все-все-все. Но вот буквально в течение каких-то последних дней мы вот совместно с мужем приняли такое решение, что нам нужно заняться именно формированием семьи на данном этапе. Потому что время идет, как бы, и я хочу, чтобы у меня была полноценная семья. Я очень с удовольствием смотрю, как бы, меня очень вдохновляют и девочки, которые выступают на соревнованиях, показывают прекрасную форму. Но при всем при том, они являются мамами. У кого-то, может быть, даже не один ребенок. Поэтому я не говорю, что я вот сейчас конкретно все, у меня вот только одна деятельность, это будет семья, семья, семья. Как бы, я не такой человек. То есть я могу, то есть, и в последующих, как бы, там, времени тоже выйти, то есть на соревнования. То есть собираетесь вы, планируете детей, я правильно понимаю, да? Да. Ну, значит, у тебя как раз вот будет время, чтобы начать двигать новую идею, это фитнес для беременных. Я желаю тебе в этом удачи. Может быть, получится, может быть, будет интересно, а мы потом посмотрим твое возвращение в фитнес-бикини. Как это будет? Ну, я также буду очень рада, как бы, если дальнейшее, там, мое возвращение, если оно будет вот так же в планах, то есть именно совместно с Катей, допустим, происходить. Так я, пока никуда не делась. И с помощью Кати. Вот, так что спасибо за время твое, что ты уделила. Мы обязательно свяжемся с тобой еще, зададим еще вопросы на различные темы. И, конечно же, на связи, не теряем контакт. И желаю тебе всего-всего наилучшего, чтобы все твои желания и мечты, они непременно сбылись. Спасибо огромное. Спасибо, Катя. Я очень также рада и рада, что именно вот этот сезон свел он как бы с тобой именно в этом спорте. Спасибо тебе огромное. Ты очень много вдала и помогла мне. Ну, а я, в свою очередь, должна сказать спасибо всей команде Истлапс за то, что есть у нас возможность делать такие репортажи. До новых встреч. Всего самого доброго. С вами были мы. Я Екатерина Абрамова. На связи со мной Светлана Элина. И, конечно же, Истлапс. До новых встреч. Пока-пока. Алло. Абрамова. 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 appe. Продолжение следует...